Тест. Меня кто-то слышит? Продолжение следует. 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 раз вот я могу даже вот так со звуком мне не видно будет смотреть на антон сайте смотрите я смог сделать тут есть это загрузишь что ты будешь вот так показался они как человечек со знаком вопросов там можно зайти аватарку скачать антон раз два три хорошо у меня сейчас я говорю нет все хорошо добрый день рада всех приветствовать добрый день Добрый день, я всех приветствую. Давайте тогда начнем. Я скажу коротко о сегодняшнем вебинаре и о будущих сериях вебинаров. И представлюсь, пока у нас собираются люди. Меня зовут Мария Гафурова. Я инженер лаборатории промышленной робототехники. Центра технологий компонентов робототехники и мехатроники в университете Иннополис. Я сегодня буду являться модератором вебинара. Хочу вас всех поблагодарить за участие в вебинаре, который организован силами центра университета, а также представителями компании Кука. Компания Кука является одним из лидеров на мировом рынке по производству промышленных роботов, а также является участником консорциума, созданного на базе университета Иннополис. В наш консорциум входят ведущие вузы и индустриальные компании. Мы, как Центр компетенции национальной технологической инициативы робототехники и мехатроники, не можем не осветить такую актуальную на данный момент тему, как роботизация производства. В силу сложившейся ситуации, пандемии и самоизоляции, тема роботизации производства становится актуальной, как никогда. И коротко я вам расскажу, чему будут, каким вопросам посвящены серии наших вебинаров. Мы раскроем такие вопросы, с чего стоит лучше начинать роботизацию производственных процессов, рассмотрим реальные кейсы и разберем коротко их реализацию. Поговорим о составлении дорожной карты, карты роботизации для предприятий, основные этапы, каких ошибок стоит избежать и какие экономические эффекты может получить предприятие. А также очень важный вопрос. Рассмотрим это меры поддержки от государства. Какие могут иметь компании, которые хотят внедрить современные технологии в свое производство. И сегодня директор по продажам Петр Смоленцев и директор по маркетингу Антон Романов вам сегодня расскажет о мифах роботизации, общемировой статистике и разберут реальные кейсы. И еще пару слов о наших предстоящих вебинарах. Еще предстоит два вебинара. Второй будет 6 мая в 12.00 в то же самое время. На нем уже спикером выступлю я. Я вам расскажу опыт университета Иннополисов как раз по составлению дорожных карт, роботизации и применению технологии машинного обучения на предприятиях. И вместе со мной выступят эксперты компании-интегратора робототехнических решений, компания Альфинтех. И третий вебинар состоится 13 мая в то же самое время. В этом вебинаре компания из индустрии, которая имеет успешный опыт внедрения роботов на производство, поделятся им, и у вас будет уникальная возможность задать им вопросы и получить интересующие вас ответы. Также к нам присоединится Министерство промышленности и торговли и расскажет о мерах поддержки предприятий. Итак, я хочу еще раз вас поблагодарить, что вы сегодня нашли время собраться. И обязательно скажу, что будет вебинар в записи. И хочу передать слово Петру и Антону. Да, хорошо слышно. Добрый день, Мария. Добрый день, коллеги. Меня слышно? Видно. Да. Прекрасно. Презентацию видно, первый слайд. Отлично. Отлично. Тогда начинаем. Коллеги, в своей презентации я бы хотел рассказать о ситуации сейчас на рынке, что у нас происходит с экономикой, как мы, возможные пути решения, как производственники, с какими вызовами они сталкиваются, и как здесь может помочь роботизация. Им выйти из этой ситуации на коне. Во-первых, во-первых, хотел сказать, что я на прошлой неделе слушал выступление директора SAP России, и мне очень понравилась мысль его о том, что в данной ситуации, в ситуации неопределенности, когда компании не понимают, каким будет рынок после пандемии. Грамотным решением будет именно заняться оптимизация внутренних процессов, оптимизация инфраструктуры. Это подобно спортсмену, который готовится непонятно к какому соревнованию, но самая грамотная стратегия здесь будет просто оставаться в правильной физической форме. И здесь юмористическая зарисовка по поводу того, как наши партнеры даже в текущей ситуации не оставляют роботов, продолжают программировать, упражняться и собственно находиться в хорошей физической форме, грубо говоря. Давайте посмотрим, что вообще, какое время сейчас наступило. Я не буду здесь оригинальным, но я скажу, что любой кризис – это время больших возможностей. На прошлой неделе я слушал выступление Михаила Смолянова, это сервис-финолог, который занимается консультированием малого и среднего бизнеса. Михаил очень хорошо проанализировал все финансовые кризисы, все, так сказать, вирусные кризисы, которые происходили в мире за последние десятки лет. И пришел к выводу, что на самом деле данный кризис нельзя сравниться с таким, например, с Великой депрессией США. Да, безусловно, с такими последствиями мы сравнили, сейчас столкнулись впервые. Но если даже посмотреть на финансовый кризис 2009 года, вот вы можете видеть на картинке слева внизу, это падение индекса Доу-Джонса. Как вы можете видеть, через два года уже показатели американских компаний, они уже вернулись в норму через два года. И если говорить о... Да, на этой неделе буквально несколько дней назад с заявлением уже выступил Центробанк, который сказал, что восстановление экономики произойдет не раньше, чем к 2022 году, то есть два года. Да, безусловно, 80% компаний сейчас испытывают сложности. Да, потребительские рынки будут восстанавливаться быстрее, например, автомобильная промышленность сложнее, потому что там все-таки стоимость высока. А сейчас даже Росстат буквально два дня назад сказал, что потребительская способность падает. Но, тем не менее, это для производственников замечательная возможность сделать определенные выводы и использовать это время для того, чтобы через два года выйти лидерами рынка. И, кстати, опять обращаюсь вот к тому графику, который снизу слева индекс Доу Джонса, как раз в это время заразились такие известные компании, как Uber, такие известные компании, как WhatsApp, которая стала потом частью компании Facebook. Поэтому сейчас как раз это время больших возможностей. Если говорить о фотографии, реально сделал буквально месяц назад в московских магазинах с пустыми полками, понятно, что если повернуть, камеру вправо, там нет такого беспорядка, то есть были безусловно пустые полки на определенные виды товаров. Сейчас ситуация восстановилась, такого нет, но был повышенный спрос. Поэтому если говорить о том, что какими возможно мы на себя не берем собственно роль миссии, но возможно с какими выводами промышленники могут выйти из этой ситуации, что во-первых биологическая безопасность на необходимой биологической безопасности на производстве, это насколько этот термин можно применить, то есть это не санитарная безопасность, а включает в себя и в том числе и работников, сотрудников, потому что люди приходят на рабочие места, на заводы, они находятся непосредственно близости друг от друга, и здесь нельзя выполнить такое же дистанцирование, как сейчас у нас происходят рекомендации для общественных мест. Это непрерывность производства, как раз то, что мы с вами видим, когда закрывается производство, заводы, спрос на самом деле остается таким же. Если посмотреть, например, запросы на то же самое АВИТе, сейчас очень востребованы, например, старые айфоны, потому что люди понимают, что спрос на них сейчас, производитель производства сейчас упадет, и цены на них повысятся, поэтому сейчас, например, вот такая тенденция есть оперативная перенастройка процессов по другие задачи, например, один из производителей, то, что я слышал позапрошлой неделе, перенастроил свою линию, часть своей линии на производство, например, масок медицинских. С помощью роботов это вполне возможно сделать. И, конечно же, ситуация, с которой мы столкнулись впервые, это закрытие границ, и, конечно, мы уже не можем рассчитывать в такие текущие ситуации на дешевую рабочую силу из других стран. Ну, и это не касается не только нашей страны. Если говорить про роботов, может быть, вы не сталкивались, не задумывались над этим, но на самом деле количество тех модификаций, которые сейчас делают производители, оно огромное. Оно покрывает все задачи. Это и роботы слева, например, которые работают, сделаны из нержавейки, которые работают в агрессивных средах, в кислотах, в щелочи, это и роботы, которые могут работать в частицах водяного пара, это и пищевые роботы, белые на картинке, которые могут работать непосредственно с открытым продуктом, это и роботы в морозильнике, в промышленных морозильниках, которые могут работать, это и роботы в разных цветах и с техническим зрением. Поэтому с этим проблем нет. Если говорить, кстати, о закрытии границ, то очень интересной ситуацией столкнулась Великобритания еще до ситуации с пандемией, когда они заявили о выходе из Евросоюза. Промышленники Великобритании уже не могли рассчитывать на дешевую рабочую силу мигрантов и рассматривали именно внедрение роботов на пищевых производствах. Именно с таким, с одним из заголовков вышла газета Independent. Вы можете проверить. Если говорить о типах продукции, с которой вообще в принципе могут работать все роботы, это только маленькая часть на экране и показана маленькая часть той продукции, с которой реально могут работать роботы. Это и бутылированные напитки, это и косметика, это и хлеб, это одежда, это и товары для животных, и еще огромное количество других товаров и продуктов. Если говорить о роботах, вообще он такой достаточно универсальный инструмент, это как человеческая рука, мы сейчас говорим про промышленные роботы, это как человеческая рука, то есть у рабочего рука выполняет роль грубой работы, взял молоток, забил, допустим, гвоздь. У хирурга рука может выполнить более точной работы, со скальпелем, высокоточной операции. То же самое и с роботом, это абсолютно, я люблю говорить о том, что роботы это наше преимущество и наша боль, потому что не всегда понятно с первого раза, где можно действительно их внедрить, казалось бы, финансовые услуги, где можно использовать физические роботы, промышленные. Тем не менее, у нас есть реальный кейс, реальный проект, где роботы используются в сортировке денег, в специальных хабах, в крупных банках. Об этом расскажет мой коллега Петр Смоленцев после реального кейса. Если говорить о, откуда вообще пошли роботы, где их наиболее концентрация, это, конечно же, в первую очередь автомобильное производство, именно оттуда, в первую очередь, они сформировались. Да, мы здесь, поскольку у нас может быть разная аудитория, то мы, может быть, более стратегии выделяем каким-то базовым вещам, но мне кажется, это важно. Поэтому здесь показана именно такая игровая форма автомобильного предприятия. Понятно, что процессов значительно больше, но почему автомобильное производство? Потому что очень много деталей, очень много рутинной работы, тяжелой работы. Это и сваривание кузова, это и полировка, это и вставка, установка стекол, фар, колес, то есть такие вот очень рутинные операции, где роботы действуют вместе с рабочими. Если говорить о пищевом производстве, то здесь по горизонтали можно увидеть как раз производственную линию от начала до конца, и роботы это не только те устройства, которые упаковывают товар в коробки, на самом деле задачи значительно больше, это и контроль качества, и логистика, и сортировка при помощи технического зрения, это и упаковка, и палитирование, может быть, вот здесь вы видите картинку как раз завода Пепсика, где роботы упаковывают бутылки на палеты, это и резко, где роботы разрезают туши крупного рогата скота практически без брака, и логистика, здесь мне не удалось найти, именно в нашем применении, вернее так, у нас для производства и склада есть специальное подразделение, которое называется Свислок, мы производим конкретно Кук, такие большие роботизированные платформы, которые возят, например, корпуса автомобилей, а Свислок производит именно маленькие платформочки, которые как раз задействованы, могут задействованы в пищевом производстве тоже. Если говорить о заблуждениях, с которыми сталкиваются производители, да и в том числе и обычные люди, мы с вами, и все это может быть благодаря средствам массовой информации, во-первых, что в России лидирует по количеству роботизаций среди других стран, безусловно, у нас роботы летают на космическую станцию, казалось бы, все достаточно неплохо, но давайте посмотрим, какая реальная статистика и наша по сравнению с другими странами. Если посмотреть вот такой вот график, отчет Международной Ассоциации Робототехники, вы можете увидеть, что, во-первых, потребление роботов, установки роботов во всем мире растет в среднем на 10-15-20%, иногда бывают исключительные годы на 25%, и рост он все равно сохраняется. И дальше, если вернуться опять, например, к кризису 2009 года, вы можете увидеть, что там была просадка, потребление роботов упало, но тем не менее оно продолжалось. И в 2010 году уже, то есть, страны, потребление роботов, оно превысило даже еще до кризисной. То есть, здесь не нужно было двух лет. Это говорит о том, что мир, мировая промышленность уже встала серьезно на рельсы роботизации, и даже несмотря на кризисы происходит вот такой полномерный, так сказать, рост в установке роботов. Если говорить о странах, которые потребляют больше всего роботов, ну понятно, что Китай это уже стало, так сказать, производственной площадкой всего мира, и, конечно, это очень емкий рынок, но от него не отстает и Япония, Соединенные Штаты, Южная Корея, Германия. Если говорить о России, к сожалению, количество роботов на всех производителей, промышленных роботов сейчас чуть больше тысячи штук, поэтому мы, к сожалению, здесь не в лидерах. Но я еще дальше покажу дополнительную статистику, где можно будет таки показать свет в конце туннеля. Это не все так плохо, да плохо, как кажется. Еще очень интересное замечание от Европейского центра бизнеса и развития о том, что на самом деле в развитых странах робототехника занимает примерно 10% ВВП. Это на самом деле очень серьезный показатель. И посмотрите, но на сферы, где применяются роботы, автомобильные промышленности я вам сказал, это традиционно, там, где при нем применялись роботы. Электронная промышленность, конечно, это большие потребители промышленных роботов, но здесь мы видим, уже не видим роста. эти индустрии уже выходят на плато, то есть они уже насыщаются роботами и там роста не происходит. Но посмотрите, например, на ту же пищевую промышленность, на ту же производство пластика, химической промышленности, как раз там мы видим рост, он большой, но где-то даже он разный. И еще очень важный момент, что Международная ассоциация робототехники не увидела, например, не собрала статистику неопределенной у них. Возможно, что если бы были более точные данные, возможно, как в конкурсах по евровидению у нас все голоса пошли бы как раз в пищевую промышленность, как раз там бы мы увидели рост. Вот это показательная очень статистика, возможно, вы ее где-то уже встречали, это так называемая плотность установки роботов, это количество роботов на установке на 10 тысяч рабочих в странах различных. И как вы можете видеть, что среднее по больнице в разных странах это 99 роботов на 10 тысяч рабочих, в то время как в России устанавливается всего 5 роботов на 10 тысяч рабочих. Но здесь можно сказать, что, например, по статистике НАУР, это Российская ассоциация робототехники, рынок у нас достаточно емкий, это практически 10 миллиардов рублей, то есть это говорит о том, что огромное количество предприятий еще способны установить роботов, что много процессов еще не роботизировано и тоже у нас есть большой потенциал в этом во всем. Второе заблуждение о том, что роботы дорогие. Здесь можно привести статистику американского рынка в том, что, например, за 10, за 15 последних лет, когда ручной труд рос, то стоимость робота планомерно снижалась, и Макинси делает заключение автора вот этого исследования, что в развивающихся странах по мере переноса производства стоимость роботов еще больше будет снижаться, поскольку все-таки эффект массовости. И по аналитике поисковой системы Google мы с вами видим, что с последних 10 лет количество запросов сколько стоит робот увеличилось в два раза. Если говорить о уровне, я просто заинтересовался, какой уровень оплаты труда в России. Нашел статистику высшей школы экономики, они созылают на Росстат. Уровень оплаты действительно невысок. Но как он будет высок, если он привязан к производительности труда? Производительность труда мы можем посмотреть на следующем графике. Слева мы видим известную нам картинку с плотностью внедрения роботов, а справа мы видим график именно производительности труда в разных странах. Я сделал такое упражнение, я посмотрел сколько, какие страны, у которых производительность труда выше среднего, какую роль они занимают именно в плотности внедрения роботов. Оказалось, что действительно это очевидно, но здесь появилось реальное доказательство, что эти страны, которые выше производительности, находятся в лидирующих, то есть тоже выше среднего количества внедрения роботов. Наши финансовые коллеги, финансисты российские, любят сравнить нас с Турцией, не знаю почему, но вот, например, турецкие рабочие действительно в производительности в 1,6 раз выше, чем у российского, в то же время количество установленных роботов в 6 раз больше, чем в России. Если говорить о производительности робота, то здесь также мой коллега Петр Смоленцев покажет именно кейс реальный с российского производства, с производства велосипедов компании Forward, и вы увидите, какая бешеная производительность там, по сравнению с тем, что было до, когда сварку производили люди. В данном случае McKinsey примерно среднестатистический робот, среднестатистический человек 15-20 минут на операцию, которую занимает у человека, робот выполняет за 1 минуту. То есть, вы можете видеть, что достаточно бешеная производительность. И основная, одна из причин, почему производительность так хромает в странах с низкой производительностью, и в частности в России, потому что используются устаревшие методы производства. Здесь, казалось бы, лидирующая аэрокосмическая отрасль, но, как вы можете видеть слева, многие операции выполняются вручную по сборке самолета. Здесь операция по клепке фюзеляжа, это выполняется она вручную, вот здесь один человек, а на самом деле внутри еще другой человек. Это очень сложная операция, которая тяжелая, которая требует точности, таких клепок 60 тысяч в фюзеляже, в самом случае у самолетов Боинга, и справа вы видите, что на самом деле процессы в мире, в Европе, они уже роботизированы, подобные. И слева тоже интересная статистика, что при инвестициях в инженерную инфраструктуру производительность труда, она также растет. И что еще интересное заблуждение про то, что роботы увеличивают безработицу. На самом деле здесь я тоже хочу привести пример журнала, обложки журнала «Шпигель». Для тех, может быть, кто знаком с европейской международной прессой, понимают, что обложка журнала это вообще самое, в принципе, важное, что есть у журнала. То есть на обложку выносят ключевые, вообще самые болезненные темы. Здесь вы можете видеть, что за последние лет, последние 50 лет журнал возвращался к этой теме трижды. То есть с определенной стабильностью, что роботы сейчас лишат нас работы, аларм-аларм, спасаемся все. Но что мы можем видеть, да, это очень такой подогретая тема, используемая очень широко средства массовой информации. Давайте посмотрим на статистику. Во-первых, в первую очередь статистика Международной ассоциации робототехники показывает, что по разным странам, здесь вы можете видеть графики, например, красное – это количество внедрянемых роботов, голубое – это количество занятости населения. Здесь вы можете видеть, что роботы, как минимум, безработица не росла в этих странах, где внедрялись роботы. И в той же Соединенных Штатах Америки, например, те же индустрии, как производство электроники и средства развлечения, игровые приставки, они приводили к явлению новых рабочих мест, миллионы новых рабочих мест, хотя во всем мире это было 5 миллионов. Если смотреть, например, конкретно на правый график, уже проведенный Гарвард бизнес-ревью, здесь вы можете видеть тоже среднюю за последние сколько там 12 лет, 14 лет, за последние 14 лет сколько было установлено роботов, как-то повлияло на занятость населения. В среднем по странам график плоский, то есть даже имеет тенденцию к снижению. И, например, если говорить опять же вернуться к США, американская ассоциация автоматизации, мы видим, что за 6 лет внедрение промышленных роботов приводило к росту занятости и снижению безработицы. И здесь можно вспомнить такой эффект, то, что производственники внедряют роботов, возникает, увеличится качество продукции, увеличится количество выпускаемых продукций, продукция дешевеет, эффект масштаба для выпуска нужны новые люди, набираются новые люди, потом они уже начинают не справляться, устанавливаются новые роботы и так по новой, то есть круг замыкается. Вот экономика, процесс возможного. Если говорить о еще последнем заблуждении, это последнее, я уже завершаю свое выступление, что инвестиции в роботизацию нельзя вернуть. На самом деле это не совсем так. По нашему опыту возврат инвестиций это год, три года в среднем, если то, что вы видите слева, это реальный технико-коммерческое такое предложение, то есть оценка коммерческой целесообразности внедрения роботов на предприятие, сделанное одним из наших интеграторов, это серьезный инженерный труд на 30 страниц. Если вы хотите примерно понимать хотя бы возврат инвестиций, так сказать, я бы назвал это такой производственной ромашкой, то в интернете достаточно полно калькуляторов, где вы можете примерно понять, сколько можно, какой возврат инвестиций можно ожидать от того или иного процесса. Далее и финально сделаю выводы, безусловно, роботы, все выводы, которые вы видели, мы видели с вами, роботы могут трудиться круглосуточно, на самом деле у них нет, это не, грубо говоря, какие-то высокоточные компьютеры, робот достаточно имеет простую конструкцию, и особо, он как практически автомат калашникова, может трудиться долго, там электромоторы и механический корпус, там нет каких-то серьезных сложных элементов, он может достаточно долго, работка на отказ у некоторых роботов составляет сотни тысяч часов, роботы практически под любое производство заточенное, готово, производительность растет в разы, роботы не лишают, как минимум, не снижают занятость, это мы с вами прекрасно увидели, а в некоторых странах и повышают, базар инвестиций 1-3 года, и последнее, что я хотел вам, возвращаясь опять к первому слайду, у меня что-то не грузится, Антон, вы пропали, я не вижу своего слайда, Мария. Да, это вот, здравствуйте, это Смоленцев Петр, последнее, что Антон хотел сказать, я на этом слайде остановлюсь, у него что-то случилось со связью, еще все равно на этой слайде. Здесь показано предложение от Куки, наша глобальная корпорация, видя, что огромное количество инженеров находится сейчас на самоизоляции, во всех странах, это происходит, естественно, все это видят в новостях, соответственно, чтобы людям было на компьютерах чем-то заняться и продолжить свое проектирование, свой производство и так далее. У нас есть очень интересный проверный продукт, называется KUKA SIM PRO, это, по сути, практически создание цифровой модели своего производства с участием роботов, то есть вы можете там, как на картинке, поставить два своих станка, найти их в библиотеке и посмотреть, а если вы поставите робота, то что из этого выйдет, это очень хорошее решение, и мы даем эту лицензию на 150 дней, ее можно скачать, если вы зарегистрировались на нашем сайте mykuka.com, там есть такой там личный кабинет, можно зарегистрироваться и скачать эту лицензию и попробовать попользоваться, видео уроки есть в Ютубе, довольно простая в использовании программы. Антон, ты приветствовал? Я не слышал? Да, слышал. И последний слайд, спасибо большое, Петр, за подстраховку. Последний слайд, хотел бы сказать, что коллеги, мы не готовы к дискуссии, если вы увидели какие-то дополнительные моменты, которые можно, например, может быть, вы что-то с чем-то не согласны, согласны, пишите на мой электронный адрес, я с удовольствием выслушаю вашу обратную связь, присоединяйтесь к нам, в социальных сетях, мы много где есть, и, конечно, есть ли какие-то общие вопросы контакта нашего офиса. Теперь я передаю слово. Спасибо, Антон, было очень интересно и полезно, вы размечали самые популярные мифы, робототехники рассказали, что действительно роботы это очень универсальный инструмент, который может быть применим в любом абсолютном производстве, не только в автомобильной промышленности. Ну, а сейчас Петр нам расскажет реальные кейсы. даю вам слово. Так, Петр пропал, сейчас подождем. Да, вот, рады вас видеть, лицезреть воочию. Вот, давайте сразу отвечу на вопрос, который я вижу, сколько времени требуется на обучение, ну, это прямая, ничего не знающего человека уровня ПТУ, который сможет писать задачу на уровне инженера ПЦИО-производства, каков минимальный порог входа, затраты для него. На самом деле роботы с каждым годом становятся все проще и проще, то есть интерфейс, каждый производитель пытается упростить интерфейс для настройки, и, соответственно, это влияет на время ввода оборудования в эксплуатацию, поэтому, как и везде, как и в телефонах, в компьютерах, роботы с каждым годом становятся все проще и проще и проще. В этом ключе как раз сейчас следующий кадр будет идти к этому, как раз к этой проблеме. Есть курсы программистов у нас, есть Кука-Колледж, так называемый у нас в Москве, где любой человек с сознанием компьютера, который может, в принципе, инсталлировать программу в компьютере и ее удалить, этот человек нам, этот человек готов стать оператором промышленного робота, то есть 4-5 дней длится обучение, через 5 дней они выходят стабильными программистами, которые могут на первом уровне программировать, но обычно это хватает для всех задач. Более серьезные вещи, это, конечно, уже занимаются следующим уровнем нашего обучения, но мы здесь находимся в Иннополисе, который тоже готовит таких инженеров гораздо более высокого уровня, которые позволяют роботов внедрять в существующие производственные линии. Поэтому я сейчас перейду и об этом скажу чуть позже. больше. Одна из проблем, которую мы видим в России, то есть есть очень популярный вопрос, а почему все-таки так мало роботов внедряется в России? Вот то, что Антон показывал, вот эту статистику, которую готовит Айфар, у нас, наше мнение, Куки, это в том, что это кадры. То есть из-за того, что произошло вот это становление нашей страны после развала СССР, вот эти 10 лет, когда у нас было какое-то непонятное существование, вот в этот момент все остальные страны развивались, и роботы продолжили развиваться. Чтобы вы понимали, до развала СССР Россия или СССР был самой крупной страной по внедрению роботов в мир. То есть у нас внедрялось огромное количество роботов. АвтоВАЗ на тот момент был одним из лидеров в интеграции роботов. Они установили во время СССР более полутора тысяч роботов. Некоторые до сих пор работают. Вот на КамАЗе есть работает робот. До сих пор на прессе, я не помню, 86-го, кажется, года выпуска. То есть у нас сначала все шло отлично в этом направлении. Мы шли в лидирующих позициях. Мы шли наравне с США, наравне с Японией по внедрению организированных систем в наше производство. Да, правильно вы поправили. Я вообще сам робот родом из Тольятти, поэтому, да, ВАЗ был производителем роботов, но он же его и интегрировал. ВАЗ собирал роботов по лицензии компании Кука. Поэтому, действительно, АвтоВАЗ был одним из крупнейших интеграторов роботов в нашей стране. Но вот эти вот 10 лет, можно сказать, с 91-го, да, там, по 2000-й год, здесь была ситуация, что у нас все это дело упало, и особенно тоже отразилось образование. И сейчас мы сталкиваемся с тем, что нет просто людей на производстве, когда вот мы пытаемся рассказать про роботов, то мы начинаем... Вот во всем мире робот это современный инструмент уже. А во всех... А у нас нужно рассказывать, вот как сейчас Антон рассказывал, что такое робот, и почему он так интересен, почему он недорогой, почему он классный для производства. Поэтому мы в основном начали вкладываться в то, что развивать именно образовательный сектор. И вот так делается, да? Вот. И поэтому следующий слайд. То есть мы очень сильно дополнительно начали помогать многим университетам, многим колледжам получать роботов и готовить специалистов по всей стране, чтобы вот эти специалисты, они дальше шли в предприятие, да, и говорили, что, ребята, эта операция давно делается роботом, давайте попробуем, я умею и так далее. Дальше. Ну, и про немного слов про Иннополис. То есть Иннополис является центром, как правильно сказали, центром компетенции робототехники федерального значения. Мы очень горды тем, что Иннополис выбрал нас как своим партнером. Вот. И мы вместе с Иннополисом развиваем очень много интересных вещей, поэтому я вот всех, кто слушает, тоже как бы призываю связаться с Иннополисом по поводу, если у вас есть какие-то идеи по поводу внедрения роботов, они в этом деле очень сильно помогают и самое главное, они готовят очень интересные кадры. Вот внизу, например, есть фотография, вот где человек находится с очками дополненной реальности и программирует нашего робота просто движение рук в воздухе. Это вот их разработка, которая очень сильно нам понравилась и, ну, то есть это российское такое, российское изобретение. Вот. Теперь, что касается кейсов. Да. То есть, начнем с того, что какие основные причины применения роботов в России. Это очень самый главный вопрос на самом деле. То есть, не только замена человека и замена его зарплаты является как бы там триггером, да, для того, чтобы купить робота, поставить робота или вообще задуматься даже о роботе, но это как бы является одной из основных причин, конечно же, это снижение себестоимости производства продукции за счет снижения ручного труда. Но в нашей стране есть и свои какие-то локальные особенности. Вот, например, того, что не хватает работников для монотонных операций в дальних частях страны. Здесь я как раз говорю про, например, Дальний Восток, Сибирь, северные районы страны или же завод по каким-то причинам находится очень далеко от какого-то областного центра и рядом просто нет такого количества работников. И в этом случае, когда этот завод становится успешным, этот производитель становится успешным, получает все больше и больше и больше заказов, он сталкивается с проблемой даже не в том, что у него работники много денег получают, он сталкивается с проблемой, что некого брать. То есть рядом больше никого нет. То есть он не может увеличить производительность за счет найма еще большего количества сотрудников. И здесь как раз выходит в план это роботы, которые просто, грубо говоря, дублируют существующих работников в их операции. Где-то их даже заменяют. И обычно все, как вот Антон правильно сказал, у нас очень много кейсов. На самом деле в России не так много высококвалифицированных и очень классных кадров, чтобы предприятие взяло их просто уволило из-за того, что они поставили роботов. Нет, если работник ценный, его просто ставят либо управлять этим комплексом, либо он приходит на другую операцию, там более ответственную и так далее, но чтобы увольнять, это довольно такой редкий случай, когда кого-то бы увольняли. Вот как раз мы подошли к следующему, к следующей причине это нехватка высококвалифицированных кадров, это в основном это сварка, например, то есть довольно тяжелый и сложный процесс, и сварка, то есть здесь вот это одна из причин, то есть не то, что вот себестоимость упадет или, опять же, будет проблема, негде взять качественного сварщика, вот например, если мы говорим о какой-то сварке там нержавейки, титана, сложных металлов, там какая-то очень тонкая сварка, лазерная, там допустим, огромная дуговая, и в этом ключе найти специалиста такой сварки довольно сложно, и вот здесь робот тоже помогает это сделать, просто скопировать все то, что делает сварщик, и дальше сварщик, ну, становится, просто проверяет качество, становится оператором, и проверка качества этого дела, и ему становится проще работать, потому что внедрение робота без технолога невозможно, то есть в любом случае у предприятия должен оставаться технолог, который должен понимать, какое качество должно выходить, чтобы он должен увидеть результат работы робота и его оценивать. Здесь как раз, опять же, мы возвращаемся к высшим учебным заведениям и к среднеспециальным, ну, в основном к высшим, конечно, которые готовят инженеров-технологов, то есть на самом деле у нас выпускается огромное количество инженеров-технологов для пищевого производства, для сварки, для автомобильной промышленности, которые абсолютно не знают, что такое робот, зачем этот робот, как его применять, как рассчитать его экономическое, вот это вот технико-экономическое обоснование его применения, и тогда как выбрать правильное робота, там, правильное решение. Вот как раз вот с этим мы пытаемся бороться, пытаемся увеличить количество выпускаемых инженеров со знанием робота, и здесь нам, опять же, хорошо помогает инополис. Работа в агрессивных и опасных средах. У нас есть роботы, как раз вот то, что Антон говорил, для работы в морозильных камерах до минус 30 градусов, есть роботы из нержавейки для работы с кислотами и щелочами, есть роботы, которые работают при малой радиации. то есть вот все вот эти операции, да, там по-хорошему оттуда человека надо убирать, и робот с этим тоже, естественно, справляется. Есть другая проблема, что люди просто не хотят идти туда работать, то есть когда ты работаешь там с той же серной кислотой, да, то я не думаю, что очень хочешь там работать. Вот, бесконечно повышать зарплату для того, чтобы там человек остался, тоже не выход, поэтому в этом случае помогает робот, где мы можем эту автоматизацию сделать. И работа в особо санитарных гигиенических зонах, то есть это сборка у нас есть такие заводы в России, где наши роботы используются, и санитарные, то есть вот вы видите первую фотографию, где робот из пищевой нержавеющей стали держит своим захватом кусок мяса и обрабатывает его на специальной пиле по специальной траектории и так далее. Все это делают индивидуально. То есть вот в этих случаях, да, исключение человека, оно нужно, да, то есть вот мы как раз говорили, вот эта биологическая опасность, да, то есть человек все-таки это живое существо, которое, которое может заразить, соответственно, или принести какую-то заразу на производство и с этим, естественно, борются там огромные деньги тратить на средства индивидуальной защиты. Роботы позволяют как бы это все уменьшить и автоматизировать такие вот линии. Вот. Давайте я вижу вопросы, я не буду отвечать в конце этой презентации, чтобы не сбиваться. Ну, начнем с истории успеха, то есть я расскажу о таких успешных проектах в России, которые действительно привели к успеху самого предприятия и так далее. Я вот выбирал довольно досконально. Естественно, мы сами не внедряем роботов. Для этого у нас есть существует довольно серьезная сетка интеграторов, в которой каждый узко специализирован в своем собственном секторе, да, то есть есть интеграторы для сварки, для фрезеровки, для пищевки, для фармацевтики и так далее, и так далее. Они узко специализированы, они имеют инженеров, технологов и так далее. В данном случае здесь, соответственно, компания Promis, это компания, которая представляет фармацевтическое оборудование, и наш интегратор компании Artev, которая занимается именно работой в пищевой и фармацевтической области, они создали такой интересный проект для одной очень крупной фармацевтической российской компании, которая позволяет автоматизировать процесс укладки лекарств в коробке на всех их заводах. Их заводы стоят по всей стране, есть места, где, вот я говорил про тот момент, что очень трудно найти людей на эту простую операцию, взять там 10 упаковок, положить в коробку, да, потом коробку заклеить скотчем и положить там на палету. вот в этом случае здесь они создали такой блок, который можно серийно производить и ставить просто в конце линии уже существующих фармацевтических средств, производства фармацевтических средств. Здесь мы заменяем трех рабочих в одну смену, робот работает 2-4 массе, робот собирает и коробку и укладывает туда все лекарства и тут же заклеивает скотч, выдает готовую коробку для установки на палету, отправки там в аптечный пункт и так далее. Очень сильно решили проблему с ограниченным пространством, то есть раньше это занимало в 3-4 раза больше места, когда работали три человека, сейчас это занимает там 2 на 3 метра и этот кейс, он довольно очень интересный, он есть в Ютубе, кому интересно, я пришлю видео потом, чтобы это все вживую увидеть. То есть и здесь, кстати, вот серый робот, это тоже не просто так, это робот, который создан специально для работы с фармацевтики, то есть у него использованы специальные гигиенические материалы, которые разрешены стандартами фармацевтов, то есть здесь вот тоже вопрос о том, а можно ли туда такого робота поставить, да, можно, он ничем не вредит лекарствам, есть такие специальные машины. Следующий кейс, то, что говорил уже Антон, это уникальный кейс, он был сделан интегратором в России, то есть вот наша инженерная мысль, она светла, когда бы ни была, замена монотонного труда по подсчету и раскладыванию денежных средств внутри кассово-расчетных центров. Вы на самом деле даже не представляете, насколько серьезно оказалась эта проблема внутри банковской сферы, то есть каждый раз, когда вы платите замороженные там 100 рублей, эти деньги складятся в кассу, дальше их забирают инкассаторы, инкассаторы едут в специальный расчетно-кассовый центр, где они все это дело принимают и необходимо, чтобы эти деньги попали на счет вот этого вот фирмы продажи мороженого в следующий день. И вот для этого происходит огромный труд, огромные тонны денег едут в одну точку, нужно из них вытащить порванные банкноты, грязные банкноты, фальшивые, все это дело посчитать, уложить в пачечки и перечислить на электронный счет компании. Так вот, это оказался такой здоровый труд, что робот здесь оказался в самое то, то есть он заменил трех человек на этой операции в особой вот этой охраняемой зоне, где идет работа непосредственно с наличностью и стал укладывать эти деньги, вот эти счетные машины автоматически сам и заменил трех человек. Вот, у нас была очень серьезная тестовая процедура, все это банку понравилось, то есть у нас этот кейс был и существует. здесь мы сэкономили довольно серьезно, здесь банк сэкономил довольно большое пространство, но основная, конечно, причина, почему роботы тоже понравились, это в том, что работа все-таки уменьшили количество людей для соприкосновения с этой денежной массой, потому что, сами понимаете, это все, за этим следят и очень серьезные меры безопасности там проверяют на входе и выходе, это огромное количество денег тратится вот именно на это, на то, чтобы проверять те, кто входит, выходит, взвешивать, там много интересных вещей я увидел, но один из интересных кейсов, то есть, типа, не сварка и не пищевка, вот, пожалуйста, вам применение, то есть любая монотонная операция, она может автоматизироваться роботом. Следующее такое тоже, тоже и промышленности, это цех электролиза меди, куда было установлено под Екатеринбургом, куда было установлено 8 роботов, и здесь операция заключалась в том, что нужно было поднимать и опускать тяжелые медные катоды в специальные ванны, вот, и раньше это все делал человек с помощью крана и так далее, то есть, это очень была серьезно тяжелая операция, и здесь роботы исключили ручной труд, рабочие никуда не делись, они все стали операторами этой линии, они стали контролерами этой линии, производительность, вы видите, довольно сильно уменьшенная производственная площадка, раньше она занимала гораздо больше места, то есть, очень большая экономия по площади, те, кто, если смотрят, у кого есть производство, знают, сколько стоит один метр площади, И поэтому это настолько же уменьшение площади роботами, это настолько же серьезная экономия, такая же, как и уменьшение, допустим, заработной платы, следствие уменьшения количества работников на этой операции. Следующее применение тоже довольно интересное, это как раз мы говорим о том, удаленная точка страны, то есть есть завод, который производит сахар, его нужно упаковать. И у них такая ситуация, что рядом находится село, в котором живет всего тысяча человек. Когда выдают зарплату, все это село, практически все это село, неделю не ходят в работу по разным причинам, не буду говорить по каким. И проблема в том, что они не могут из-за этого отгрузить в те же магниты, в те же перекрестки ту продукцию, которая должна быть на полках. И кто работает в ритейле, те знают, что за это штрафы огромные. То есть ритейл делает огромный штраф за то, что продукт не привезли вовремя на полке. Поэтому задача стояла даже не в экономии, то есть на самом деле мы получили очень серьезное, то есть предприятие не ожидало того, что я написал. Их основная задача была заменить людей, потому что они их просто не могли найти. То есть им нужны были люди на упаковке сахара в коробки, коробки на палеты, и все это на склада и сразу в магниты. Но кроме того, что они оптимизировали штраф на 28 человек, это за три смены, они увеличили производительность на участке на 68%, что позволило им отгружать гораздо больше. И сначала окупаемость там была вообще больше трех лет, но это их не волновало, потому что проблема заключалась в том, что они вообще производить сахар не могут в этих условиях. А окупаемость в итоге реально вышла на два с копейками год. То есть видно, что даже такая дешевая операция, как укладка коробки в сахар, она вот настолько окупилась. Следующий интересный кейс... Да, кстати, забыл, конечно, сказать, что этот кейс тоже был сделан совместно с двумя компаниями. Это компания Forkos и компания Artex. То есть я еще раз подчеркиваю, компания KUKA не является интегратором, мы производим роботов, но мы развиваем сеть интеграторов. Поэтому если это интересно, я потом вам контактами поделюсь, чтобы вы с ними могли связаться. Следующий очень интересный кейс, то, что говорил, очень интересный на самом деле тоже кейс. Это вот именно маленькое производство, то есть российские производители велосипедов, все увидели эти форварды, которые ездят по улицам и так далее. И если вы не знаете, то большинство рам, которые собираются на наших типа российских велосипедах, это все китайские рамы. Производятся они все в Китае. И вот тогда есть компания, то есть это компания Forkos в Перми в далеком уже 15-м году запустила три комплекса для сварки рамы. Это довольно очень сложный процесс, потому что раму при сварке ведет в разные стороны, и очень сложно было создать оснастку, но это получилось. И в итоге снижение трудозатрат в удивительные 8 раз, и время производства рамы снизилось до 5 минут. То есть это 40 минут. То есть это серьезное производительское долг, которое позволило, во-первых, очень сильно снизить себестоимость производства рамы, повысить качество. И на данный момент, как я знаю, Forkos поставляет свои рамы не только под свой бренд, но и под чужие бренды, тем самым сделав серьезную конкуренцию китайским рамам. Что вы представляли, это небольшое предприятие, это такое, то есть там даже фотографиями видно, что это не какое-то там сверх какое-то конвейерное производство. Действительно, там очень мало места, роботы очень много места сэкономили, очень тяжело там и красить, и сваривать, все происходит в одном месте. Вот, но они, так сказать, учредители этого форварда, они приняли такое решение. В тот момент, в 2015 году, оно было очень смело применить роботов, и в итоге от этого выиграли. Сейчас я знаю, у них идет проработка уже сварки алюминиевых рам. Ну, на данный момент они роботами сваривают только стальные рамы. Интегратор из Челябинска, Альфа-Интех, выполнил этот проект, который как раз будет в следующем семинаре, который будет в мае, в вебинаре, он расскажет, я думаю, про этот проект в том числе. Еще один недавний проект, который был выполнен на КАМАЗе, КАМАЗ у нас тоже наш стратегический партнер, и он взял направление на роботизацию. Я уверен, что в третьем вебинаре согласится представитель КАМАЗа поучаствовать и расскажет о том, как они пришли к этому, к этой идее, и что дало им роботное производство, поэтому я не буду об этом говорить, надеюсь, он сам расскажет. Здесь я расскажу о том, как тоже был заменен тяжелый обручной труд по перемещению тяжелых коленчатых валов, которые необходимо было контролировать их качество перед тем, как поставить на сборочный конвейер. Вот, этот проект взялся очень долго, он был, ну, такого проекта в мире не было, и поэтому интегратор, в данном случае это компания Авиатех из Уфы, они примерно больше года проводили вот исследование, автоматизация этого процесса, пока не дошли до того, что скрупулезно КАМАЗ подходил к моменту снижения себестоимости, пока не нашли то решение, которое снижает себестоимость, при этом снижает, исключает человеческий фактор на контроле качества, что очень важно, и внедрили новый элемент контроля качества. Себестоимость действительно снизилась, качество проверки увеличилось, производительность тоже увеличилась, очень интересное решение, про него вот даже журнал Control Engineering в декабре сделал целую статью, можете там по ссылке зайти, потом почитать. Очень интересно там все подробно, КАМАЗ рассказывает, как он к этому пришел, интересно. Следующий мой любимый кейс, это уже, ну, на самом деле это уже делал внутренний интегратор наш, это интегратор внутри компании Кука, есть такое подразделение, которое занимается строительством заводов. Это когда мы говорим о роботах более, там, проект, где более сотни роботов стоит. В данном случае это самая крупная поставка наших роботов на предприятие общей промышленности, то есть не автомобильное, не как связанное с автомобилями. То есть здесь был построен, здесь была, ну, американская компания, то есть совместно с нашей российской компанией, инвестировала довольно серьезные деньги, и сразу было принято решение, что предприятие будет максимально автоматизировано. С этим предприятием связано очень много интересного. Предприятие находится в городе Тихвин, это 80 километров от Санкт-Петербурга, то есть это глухая местность, то есть там нет особо других каких-то больших областных центров, туда довольно долго ехать, и, соответственно, местные жители, они должны были научиться работать с роботами, и этому там очень много времени было потрачено самим предприятием на обучение, и сейчас я знаю у них там один из лучших учебных центров, где они учат именно жителей, будущих работников у них, как работать с таким современным производством. Очень примечательно, как этот завод прошел кризис 2014-2015 года, который был в нашей стране, где они просто, как они, ну, когда я был у них на гостях, они сказали, что они просто вырубили рубильник, и все, и подождали. Полгода, и когда включили рубильник, снова вышли на стопроцентную производственную мощность. То есть робот позволяет переждать какой-то, вот, например, сейчас пандемия идет, и те, у кого мы знаем, во-первых, первый пример, я вам скажу, что мы, ну, так как мы обеспечиваем сервис наших роботов, мы в постоянной связи находимся со всеми нашими клиентами, у которых стоят роботы, так вот я скажу, что мы не знаем ни одного предприятия, которое бы остановилось в этот кризис. То есть, да, большинство их работников ушло на, ну, домой, из дома работают, но так как производство автоматизировано, и для автоматизации необходимо там несколько человек, да, нажать кнопку и следить за монитором, то действительно у них производство продолжает действовать. И здесь было все то же самое, то есть их конкуренты, у них есть много конкурентов в СНГ, и вот их конкуренты, им пришлось уволить сварщиков в моменты вот этого кризиса, вот этих годов, и они восстанавливали свое производство почти больше года. Тогда как Тихвин вышел на производственную мощность сразу, и тут же занял лидирующие позиции, отобрал все основные там клиентов у своих конкурентов, да, которые не могли выйти на то, что там необходимо, там, 5000 вагонов, да, они говорят, ну, можно сделать только 1000, вот, а Тихвин говорит, да, я могу их 10 сделать. То есть, и проблема сразу решилась, они вышли на первые места, и сейчас один из крупнейших производителей грузовых вагонов России, очень много они поставляют в Европу, в США, то есть очень интересный производитель. Очень интересно найти на сайт на YouTube, посмотреть, как все это в жизни работает, и действительно внутри этой компании поменялось даже вот понимание к роботу. Эти роботы приходят, сначала очень резко все против него, но когда они пришли туда, ну, робот уже пришел, дальше уже, если мы приезжаем на это предприятие через 2-3 года, они уже не представляют, как работать без робота. То есть, вот я дальше хочу показать, то есть, как выглядит, например, современный классический цех, это хороший сварочный цех, это тоже производство грузовых вагонов, но так оно выглядит у конкурента, да, и как выглядят сварочный цех и сварщики на Тихвинском вагоностроительном заводе. Вот так выглядят их сварщики. И это инженеры-технологи, которые смотрят за процессом, за контролем качества шва, за его, там, визуальным видом, измерения и так далее, то есть, вносят какие-то, там, изменения в сварочные машины, но все это делают вот в таких вот белых касках и не в робах, и не в перчатках, и не в сварочных масках, как это делают, например, вот на, у меня получается слева, на левой картинке. То есть, у них настолько поменялось понимание, что, например, следующий слайд очень интересный, я украл у них, на самом деле, ну, не украл, в кавычках, конечно, взял у них с сайта Тихвинского вагоностроительного завода, у них вот точно такая же вот большая, огромная постер такой висит над входом в завод, где они благодарят своих работников, что они работают у них и так далее. И вот очень показательно, что на фотографии стоит рабочий с нашим пультом управления от робота. То есть, не с ключом, не со сварочным источником, не с, там, не знаю, там, не с карандашом, а именно стоит вот именно с пультом от робота, потому что они считают, что для них роботы, они являются одним основным инструментом их успеха, который они сейчас испытывают. Следующий интересный производитель. Что же насчет меткосерийного производства, спросите, наверное, вы меня. И вот здесь я расскажу о тоже уникальном проекте, который был реализован вживую, был продемонстрирован, до сих пор работает. И каждый из вас может, в принципе, договориться о встрече и съездить на это предприятие. То есть, на самом деле, есть огромный пласт работ уникальных серий, которые начинаются от одной детали. Вот надо сделать одну деталь, а следующая уже другая. В классическом понимании робот вы должны перепрограммировать, написать новую программу, да. Вот. И в этом случае компания, я бы назвал там IT-интегратор, компания Abadge, которая московская компания, она решила пойти и создать софт, который позволяет за счет 3D-измерения исключить оператора из программирования робота. То есть робот увидит деталь, ему загружается трехмерная модель, он ее просто измеряет с помощью трехмерного зрения. Технолог на специальном интерфейсе помечает, какие швы необходимо сварить, и робот автоматически все это дело сваривает уже по этой заданной технологии, находя сам стыки, швы, делая какие-то колебания, сам анализирует некачественную сборку, то есть то, что деталь находится в миллиметре или в двух, а не там, где она должна быть по 3D-модели, то, что есть зазор между детальми. Все это контролируется. Работает этот первый такой тяжелый комплекс на серьезном предприятии Воронеж Стальмост. В Ютубе можно найти видео с камер видеонаблюдения, как раз вот с камер, с живых камер, как это все работает в живом виде. Они просто накладывают каждый раз новые изделия, и Воронеж Стальмост не производит мосты серийные. Все мосты производятся по уникальным архитектурным проектам. Соответственно, каждая деталь, она разная. Поэтому для них это было такое открытие классное, и они очень хорошо отзываются об этих роботах, о том, что у них стоят. Они купили себе еще роботов на другие операции. Там у них сейчас, как я помню, порядка уже 6 или 7 роботов стоит на разных операциях сварки, и в основном, конечно, автоматизация сварки идет. Но здесь самая уникальная процедура – это уникальность серии. Ну, вы можете в любом случае связаться и у них спросить, и они скажут, что все работает. Дальше. Следующий уникальный проект. Теперь мы переходим с промышленности в медицину, например. То есть вот есть компания, тульская компания TOS-R. Это наш интегратор тоже очень опытный. И они сделали тоже очень уникальный проект. То есть корсеты, то есть то, что я узнал, что корсеты – это на самом деле одна из главных вещей, которая помогает вылечить сколиоз у ребенка, либо у взрослого. Но у них есть недостаток. Они все под копирку одинаковые и не видят реальной картины позвоночника и самого структуры тела человека. Поэтому здесь было сделано с производителем корсетов, был сделан очень уникальный такой комплекс, который с помощью трехмерного зрения исследуется тело человека, потом заносятся данные после рентгена, я так понял, о реальном конфигурации позвоночника. И робот по 3D-модели индивидуально делает корсет для этого индивидуального человека. При этом, что самое интересное, что стоимость корсета при этом упала. То есть он стал лучше индивидуально под каждого человека, под его мышечную массу, под изменения, под рост, под вес. Все правильно сделано. И при этом он стал дешевле. То есть и время изготовления, и точное изготовление увеличивается в два раза. То есть очень уникальный проект, тоже такой единственный во всем мире. И на данный момент вы можете с этим ознакомиться на сайте производителя. То есть фрезеровочные роботы тоже везде очень много участвуют. Это один из таких просто уникальных примеров. А так примеров там очень много. Еще один интересный пример из уже такой, ну, то есть для нашего времени самое то. Вот. То есть есть у нас решения уже сейчас появились по борьбе с коронавирусом. Вот на данном, вот здесь вы видите, это специальный роботизированный комплекс, который был разработан в Датском университете. И сейчас работает там в одной из больниц, который может ежедневно обрабатывать до 3000 образцов крови. И все это делают автоматически. И потом все эти данные об этих пациентах уходят в облачное хранилище, где там уже принимаются какие-то решения и так далее. Самое главное, что здесь было сделано, это исключение контакта между медицинским персоналом и пациентами. Сейчас это действительно очень важно. Ну, и на будущее очень сильно был исключен монотонный труд медицинского персонала, который раньше это делал очень трудно, долго, и все время была одна и та же операция. Естественно, там никто работать не хотел. Нет, ничего хуже, чем монотонная операция. Вот. Это вот один из примеров нашей реалии. Следующий слайд здесь больше показан для тех предприятий, которые нас смотрят. На самом деле я понимаю, что у всех предприятий нет, ну, все заняты операционкой. То есть вот задача выпустить продукты, и нет сейчас там свободного человека или свободного времени для того, чтобы пойти по конвейеру или по вашему производству и подумать, что вот здесь бы, наверное, был бы робот. Или рассчитать, допустим, производственную линию, понять, что вот здесь вот есть узкое горлышко, и что-то с ним надо сделать, это тормозит производственный процесс. На самом деле у нас есть такая услуга, она бесплатная, называется технический аудит, где мы вместе, ну, инженеры компании Кука, инженеры интегратора и инженеры учебного заведения, в нашем случае это Иннополис, мы вместе приезжаем на предприятие. Мы такое делали еще много в Татарстане, очень много там провели таких аудитов, где мы, кто каждый день внедряет роботов, смотрим и видим сразу те места, которые уже были автоматизированы на других предприятиях, и показываем это уже руководству компании, производственному компанию, объясняем опять такую же презентацию, делаем, что робот – это не страшно, давайте попробуем, и помогаем в расчете технико-экономического обоснования. Естественно, если робот там пять лет окупается, то он нафиг никому не нужен, вот, но в основном нам удается найти решение, которое не превышает трех лет выкупаемости, а где-то и даже меньше одного года, потому что серьезная операция. Поэтому обращайтесь к нам, мы подберем вам идеального интегратора и вместе с представителями Иннополиса приедем и проведем бесплатно для вас и обучение, аудит и презентацию вашим сотрудникам, и попробуем вместе снизить себестоимость производства вашей продукции, а может быть, сэкономить где-то. И еще последний слайд, он больше информационно-аналитический, это уже моя такая находка. На самом деле мы тут привели такую интересную параллель, это доля нефтяных доходов в бюджете разных стран. Так вот, раньше в Малайзии уровень нефтяных доходов в бюджете страны был выше 40%. То же самое было, как и в России. Очень похожая наша страна. Такой же уровень труда, такая же безработица, такая же средняя оплата труда. Довольно очень похожая по всем статистическим данным. Поэтому и Турцию с нами сравнено, потому что там тоже много статистических данных, похожих на нашу страну. И в данном случае произошло то, что сейчас это 22%. То есть, почему они так снизились? Они очень сильно вложились именно в автоматизацию. То есть, правительство и то, что сейчас на поле сделали с правительством, вот эту дорожную карту про автоматизацию, это как раз то, что позволило увеличить ВВП страны. И за счет автоматизации они подняли и среднюю оплату труда, и подняли приходы в бюджет и так далее. То есть, здесь все, всемирный банк провел это исследование, как Малайзия сделала вот такой прорыв. И здесь как раз было, что основная причина – это поощрение именно автоматизации. То есть, именно автоматизация привела к тому, что они стали меньше зависеть от курса нефти к доллару, то есть их экономика. Вот, на этом как бы все. Спасибо, Петр. У нас тут много вопросов. Вот я вижу вопрос, подскажите, который мы пропустили. Подскажите, есть ли данные, усредненные хотя бы по коллаборативным роботам, которые сейчас первыми могут войти на рынок? Коллаборативные роботы, значит, это новый тренд, как бы это дорогие роботы. Я понимаю, что многие скажут, что есть там роботы дешевые. Коллаборация, все должны понимать, что коллаборативные роботы, они разные, нет их одинаковых. То есть, есть, например, коллаборативный робот, у них есть коэффициент коллаборации, то есть, в плане, как он может работать с человеком. То есть, там очень много всяких факторов влияет, начиная от скорости, с которой он перемещает инструмент, с количеством силомометных датчиков, которыми он может соприкоснуться с человеком и так далее. То есть, коллаборативный робот – это робот, который работает непосредственно над одной операцией вместе с человеком. Они разные, и они есть очень простые, да, очень сложные, и стоимость их варьируется. Дело в том, что у нас, я не думаю, что у нас будет скачок по коллаборативным роботам в России, потому что вот этот график, который я вам показывал, и который мы показывали в самом начале, где у страны всего 5 роботов на 10 тысяч рабочих, это на самом деле неплохо, а это говорит о потенциале роста. То есть, у нас огромное количество предприятий просто не знают о том, что роботы могут так сильно сэкономить. Поэтому я считаю, что у нас коллаборативные роботы сейчас будут применяться намного меньше, чем в Европе, потому что у нас еще стандартных индустриальных роботов, еще недостаточное количество на предприятиях для того, чтобы закрыть основные пробелы, которые есть в наших производствах. В Европе они активны, потому что в Европе и в других развитых странах, как и в США, все, что можно было, уже роботизировали. И вот они перешли на следующую стадию, а давайте автоматизируем уже работу человека с роботом. И вот поэтому они туда пришли. Это довольно неисследованный еще процесс, огромное количество, у нас сейчас очень много исследований идет применение коллаборативных роботов в медицине, мы даже выпустили такого робота специального с сертификацией. Но пока вот они существуют 4-3 года, у нас пока нет ни одного промышленного применения, у нас, у Куки, промышленного применения робота в России, в конкуренто-предприятии. Я сказал, вот он работает, смотрите, как классно. В Европе могу показать много предприятий, где это работает, но опять же уровень автоматизации этих предприятий, они на уровень индустрии 4.0. Спасибо за ответ. Следующий вопрос, Сергей. Давайте дальше по вопросу. Сейчас, секундочку. Будут ли примеры деревообрабатывающих, вот, будут ли примеры деревообрабатывающих производств с применением роботов, есть ли примеры практиков внедрения в Россию обработки индустриальных деревянных конструкций? Да, я сейчас перед деревянными конструкциями скажу, что на вопросе еще было про коллаборативные роботы стоимость. То есть стоимость варьируется от 10 до 100 тысяч евро, чтобы вы могли понимать. Да, то есть стоимость, вот, за 100 тысяч евро вы можете купить роботы грузоподъемом 800 килограмм, чтобы вы понимали. Коллаборативный робот за эти деньги, это будет в районе 20-30 килограмм. То есть они очень дорогие по сравнению с обычными роботами, ну, вот, такие серьезные коллаборативные роботы. Я пока не вижу операций, где бы они могли применяться. По поводу деревообработки, как раз мы выходим к, на самом деле, вернемся к слайду тогда про корсеты. На самом деле, да, оттуда оно про себя и пришло. То есть это очень интересная сфера применения роботов. Дело в том, что робот дешевле, чем 5-ти координатный станок. Точность робота фрезеровки в районе, вот, я могу гарантировать, что, ну, абсолютную точность он даст где-то в районе 0,2 миллиметра по всей траектории. Но если мы будем применять специальные какие-то средства, дополнительное повышение точности робота, мы можем добиться даже менее 0,1 миллиметра абсолютной точности на всей детали. То есть не путайте абсолютную точность и повторяемость робота. Вторяемость робота может быть там 0,06, 0,05, но абсолютная точность, она складывается из-за тысячи этих точек, куда приходит робот. И она, соответственно, имеет вот, ну, в сотки, в две сотки, вот, как говорят, станочники, а мы входим. И там огромное количество операций, которые можно роботизировать вот именно вот в этой точности. Начиная от обрезки литниковых систем, заканчивая созданием форм для вакуумной прессовки, то, что вот бампера делают, там, вот так далее. Вакуумная формовка. Вакуумная формовка, эти там, какие-то вот вакуумные вот эти, вакуумные прессования, я не знаю, правильно называется. Вакуумная формовка, да, спасибо. Я сварщик по образованию, поэтому могу ошибаться. Вот, там есть такие операции, как обрезка после вакуумной формовки делает робот. Вот у нас есть в Нефтеканске предприятия, которые занимают, где роботы стоят и обрезают как раз вот после вакуумной формовки сидения для автобусов пластиковые, которые в общественный транспорт ставят и в метро. У нас есть фрезеровка различных деревянных скульптур, таких вот малых архитектурных форм, реклам, например, там, сделать, там, не знаю, банку Pepsi с Росчеловека. Есть такие примеры. Очень много роботов используется для работы с алюминием и так далее. Кроме фрезеровочного шпинделя, который мы можем поставить на робота, ну, дальше вы дополнительно добавляете к ней указ-систему, такую, как, там, не знаю, вот, то есть, тазарстанская, это Спурткам, потом есть американская, там, Делкам и так далее. Мы можем, мы можем, то есть, тем самым сделать, в принципе, все, что угодно роботам. И робот действительно очень серьезный конкурент по цене иностранным, европейским, американским станкам обработки дерева, там, допустим, в точности до 0,1. До 0,1 миллиметра – это самый главный конкурент станка. Потому что по стоимости, там, станок, ну, последние, когда сравнивали, там, станок стоит 300 тысяч евро, робот выходил где-то для той операции, что-то в полном комплекте с безопасностью 120 тысяч евро. То есть, вот, настолько разница, причем и там немецкий станок, и здесь немецкое оборудование, ничего китайского там, ну, или, ну, Китай бывает качественный, ничего низкокачественного, ноунейм там не было, все было довольно высокого качества. Вот, поэтому обращайтесь на это внимание, можно написать в Ютубе «Кука Миллинг» или просто «Робот Миллинг», и вы увидите огромное количество применений роботов по образовке. Следующий вопрос. Многие изделия, которые сейчас производят при использовании ручного труда, не подлежат автоматизации, а цикл неокора запускать с нуля неремитабельно для того, чтобы сделать продукцию под автоматизацию, что скажете? Ну, можно я коротко, да, отвечу? Ну, в общем, может быть, стоит начать с той продукции, которая подлежит автоматизация, да, на которой не требуется неокор, а на которой требуется неокор, можно прийти, например, в университет Иннополис и сделать какой-то совместный проект и плюс получить софинансирование. Вот. Я ответила, да, и передам слово Петру. Да, давайте я вам расскажу. На самом деле, очень есть интересная программа в нашем государстве софинансирования именно неокорских проектов. Мы поставили несколько таких комплексов на Дальнем Востоке, в Сибири, и я знаю, университет много такого, Иннополис таких уже проектов сделал. Я думаю, они вот на третьем своем вебинаре об этом более подробно расскажут, и о примерах, как они это сделали. Весь суть в том, что вы можете отправить заявку, то есть вы можете проработать проект, отправить заявку, там, специальную какую-то там комиссию, комиссия рассматривает, и на предприятие должно отправиться. И все затраты на неокор потом компенсируются государством, а вы оплачиваете только саму железо в итоге. То есть, ну, робот там, соответственно, с той оснасткой, которая необходима была. Ну, вот все вот эти исследования, они компенсируются. Вот. Кроме этого, на данный момент, ну, было много-много примеров, когда к нам обращаются и говорят, вот это уникальная операция, у нас никто, мы не видели, чтобы ее где-то автоматизировали, у нас нет времени там ее исследовать и так далее, оказывается, что это все сделали через дорогу уже их конкуренты. То есть у нас, опять же, вопрос заключается в том, что вы не располагаете все базы данных об автоматизации всего мира, и очень даже, очень часто эта операция уже где-то в мире была автоматизирована. Так как мы все-таки международная компания, у нас есть доступ к огромному количеству кейсов, успешных по всему миру, и иногда мы приводим в Россию иностранного интегратора, который сделал что-то уникальное в другой стране, и здесь тоже готов это скопировать, сделать для другого клиента. Либо наш интегратор может это тоже сделать, исходя из тех данных, которые мы ему предоставим о успешном кейсе в Польше, в Чехии, в Индии, например. И так далее. Вот, поэтому, по неокру, давайте вы лучше пришлите, что же это за операция. Илья спрашивает, можно ли взять робота Кука для тестирования под задачи? Да, у нас есть такая услуга. Действительно, мы даем роботам на тесты, у нас есть тестовые роботы, примерно 30 роботов в Москве всегда находятся. Мы, но единственное, что мы проверяем, естественно, компанию по финансам, то есть оборот компании должен превышать в 3, в 4 или в 5 раз, я не помню, уже надо проверить, у нас просто финконтроль этим занимается, стоимость самого робота, и тогда мы можем заключить договор и дать роботу на 3 месяца. Но, есть одно но, обязательно тот, кто берет у нас робота, он должен иметь сертифицированного, обученного программиста у нас в колледже, потому что робот все-таки это опасная машина, она может убить человека, может его покалечить. Соответственно, так как робот все еще принадлежит нам, а вы его берете себе в аренду за 1000 рублей, грубо говоря, мы несем всю ответственность. Поэтому, если у вас есть такой человек на предприятии, или вы когда, беря у нас робота, вы заказываете курс по повышению его квалификации, получаете там, то мы передаем, потому что мы знаем, что у вас есть человек, который умеет работать с этим роботом. То есть такая опция есть, обращайтесь. Андрей хотел бы запрыгнуть в эту тему роботизации и спрашивает, как стать интегратором с нуля, стоит ли, или проще начать агентом интегратора, вы помогаете созданию и развитию нового интегратора? Да, это наша основная цель, находясь на рынке России. Наша основная цель – это создавать интеграторов. Интеграторы – это являются наши клиенты. Конечный клиент – это клиент интегратора. То есть мы производим мотор, но мы не производим весь автомобиль. Весь автомобиль производит интегратор. Мы производим лишь робота, то есть сердце этой машины. И мы в последний раз посчитали, что примерно более полутора тысяч применений мы насчитали технологических применений робота. Естественно, мы не можем держать инженеров по каждому из этих направлений. Для этого мы растим сетку интеграторов. В России на данный момент 25 официально международных системных партнеров, которые проходят аттестацию каждый год. Каждый имеет из них свою специализацию. Много я тут, в принципе, показал. Уже, ну, некоторых из этих интеграторов. И, естественно, мы заинтересованы в появлении новых интеграторов. Поэтому нужно обратиться ко мне, я все расскажу. У нас есть специальная программа развития интеграторов. Но, конечно, это один, есть два пути. Можно пойти самим. А можно, на самом деле, на первых порах связать свое развитие с одним из интеграторов, более серьезных. У нас такая практика происходит. И он обучает всем подводным камням внедрение роботов. И потом обычно эти два компании становятся очень теплыми партнерами в будущем. Каждый идет своей дорогой, но при этом они друг другу помогают. И здесь я плавно перехожу к рынку. Рынок развивающийся. Пять роботов на 10 тысяч показывает, что у нас огромный потенциал. В прошлом году было четыре робота на 10 тысяч. То есть, если вы посчитаете, то это тысяча роботов нужно было внедрить, чтобы изменить четыре на пять. Так вот, у нас рынок, он развивающийся. Это один из тех рынков, который не сильно зависит от различных кризисов и так далее. Потому что спрос на роботов у нас на данный момент, ну, не на роботов, а на роботизированные решения превышает предложение. То есть, качественных интеграторов очень мало. Тех, которые имеют свое собственное большое производство, крупный оборот, своих конструкторов и так далее, их очень мало. И они, те, которые есть у нас, они все максимально загружены работой. И поэтому, то есть, рынок развивающийся, и он очень интересен для нового бизнеса. Ну, вот, например, средний рост российского рынка 14% в год. Средний рост рынка Европы 1-2% в год. Вот такая статистика, чтобы вы понимали, насколько у нас серьезными шагами идет роботизация. И чем у нас больше, тем лучше. Петр, у нас осталось 8 минут. Я хочу сказать, что мы создали чат в Телеграме, в котором будут спикеры вебинара. И участники, добавляйтесь. Ссылка будет вот в этом чате, где вы сможете задать интересующиеся вас вопросы. У нас осталось 8 минут, поэтому на много вопросов мы ответить не сможем. И был... Да, 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 хорошо. Давайте я тогда отвечу. Давайте я сразу вот эти 8 минут правильно потрачу. Очень быстро отвечу на те вопросы, которые я вижу. Так, по поводу... Вижу, был в Гарварде, там, в подвале, установил несколько роботов с кубой, свои макеты, кто-то про это сделал. Да, то есть российским вузам мы предоставляем, так же, как и обычным предприятиям, роботов можем предоставить на несколько месяцев бесплатно. Так, дальше... Так, вы сказали, что... Так, это говорит ТВСЗ, там, кроме... Роботы применяются еще в двух направлениях. Это гибко, то есть роботы ставят медлисты, здоровые листы, гибочные машины и гнуты, и дополнительно еще обрабатывают литниковые системы. Там еще литие есть в ТВСЗ, там роботы этим занимаются. Вот как раз следующий вопрос, кто-то ответил, там листы гибы тоже на роботах, да, все правильно. Так, про Belfin Group я не понял, конечно, что за вопрос, но Belfin Group знаем, отличная компания. Так, продает решение. Belfin продает решение Abadge, да, Abadge продает через интегратор свое решение, поэтому здесь ничего нет. Петр, прошу прощения, вынуждена вас остановить, да, вопросов много. Продолжим наше общение в Telegram-чате. Присоединяйтесь. Спасибо большое за очень полезную и нужную информацию. Компания KUKA обладает большим опытом и экспертизой, и большой сетью интеграторов. Я думаю, что наши слушатели теперь знают, куда идти, если они хотят поставить роботов на свое производство. Вот, мы поняли, что роботы – это не только хорошее решение для крупных, многосерийных, да, компаний, но и для мелкосерийных и небольших компаний. Им тоже найдется свое применение. Вот, я хочу пригласить вас на следующий вебинар 6 мая. Мы продолжим наше общение на тему роботизации. Поговорим как раз-таки, как эти роботы эффективнее, в какой последовательности, как внедрять. Поговорим о составлении дорожной карты роботизации предприятия. Вот, спасибо всем, кто присутствовал. Спасибо всем, кто посмотрел записи. Было очень приятно общаться. Спасибо компании KUKA еще раз. И рады будем вас видеть снова. Всем доброго дня, желаю всем здоровья и пережить это трудное время. Спасибо, всем не болеть. Спасибо и за пользу, что пригласили нас. Нам было тоже очень приятно и полезно. До свидания.